Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире новости из Западной Армении. Фонд Азнавур представит около 105 тонн помощи жертвам Арсалской войны. Азербайджан применил насилие и стезание против армянских военнопленных по данным Human Rights Watch. Визиты Алиева – это свидетельство антиармянской милитаристской политики Баку, сообщает МИД Арцаха. Фотография армянской церкви Святого Ванесса в Иране победила в конкурсе Wiki Loves Monuments. Армения представила свой туристический потенциал на крупнейшей туристической выставке России. Сегодня день рождения в Артвии в Артаресян. Новости Западной Армении. Ни за неблагоприятных погодных условий в провинции Агар Западной Армении автомагистраль Агар Карс закрыта для транспортных средств, а дорожно-снегоуборочные бригады продолжают свою бесперебойную работу. Группа медведей, спустившихся по дороге в провинцию Ван Чалдаран, вызвала атмосферу страха. Группа медведей появилась вечером в районе Ашаг-Мутлу провинции Чалдаран в поисках пропитания. Прохожему удалось поймать по телефону четырех медведей, которые через некоторое время покинули территорию. Фестиваль цветов абрикоса будет проведен 19-21 марта Ассоциацией рекламы гастрономического туризма Малатии, созданной для популяризации городского туризма и кулинарной культуры. Фонд Азнавур отправил около 105 тонн гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от Второй Арцарской войны. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Эта новая партия помощи была отправлена в Армению при поддержке Центра кризисной поддержки Министерства иностранных дел Французской Республики. Этот пакет помощи включает в себя медицинские принадлежности, в частности многофункциональные медицинские кровати, одежду и предметы личной гигиены. Эта мобилизация стала возможной благодаря единству, солидарности и упорному труду более 100 благотворителей и более 50 организаций, говорится в заявлении. В общей сложности более 175 тонн гуманитарной помощи было собрано в 19 пунктах приема во Франции и Швейцарии через фонд Азнавур в рамках его гуманитарной программы. Азербайджанские силы жестоко обращаются с военнопленными армянами, удерживаемыми после боевых действий в Арцахе в 2020 году, пытая их как во время плена, так и во время перевода или содержания в следственных изоляторах. Как сообщает Армен Пресс, об этом говорится в заявлении Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Центральной Азии в Европе, сказал, Жестокое обращение с арестованными армянскими солдатами, включая пытки, отвратительное и считается военным преступлением. Он подчеркнул, что такие военные преступления должны быть немедленно привлечены к ответственности. Организация также побеседовала с четырьмя бывшими пленниками, которые подробно описали жестокое обращение с другими военнопленными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении своей супруги, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и других высокопоставленных официальных лиц посетил оккупированный Гадрудский райот Республики Арцах. С полным неуважением к прилагаемым усилиям по разрешению давних конфликтов. Идет Азербайджан-Арцахский конфликт. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Арцаха. Во время своего пребывания на оккупированных территориях президент Алиев лично поручил сопровождающим его должностным лицам стереть средневековые армянские надписи со стен церквей и памятников на оккупированных территориях. Такие официальные визиты являются воплощением антиармянской воинственной политики Азербайджана, а также дальнейших агрессивных планов. Республика Арцах неоднократно информировала международное сообщество о государственно-культурном терроризме, совершаемом Азербайджаном, об уничтожении армянского культурного наследия на территориях, находящихся под его военной оккупацией, и о грубой пропаганде политики геноцида. Эта политика геноцида является преступлением против человечности, грубым нарушением международных норм, договоров, резолюций и соглашений и угрозой для всего цивилизованного мира. Мы призываем соответствующие международные организации принять все необходимые меры для предотвращения разрушения армянского культурного наследия и осудить политику геноцида Азербайджана. Бездействия и безразличия могут иметь непредсказуемые последствия. Фотография Фарзина Изададус Дари, армянской церкви Святого Иоанна в Иране, стала победителем фотоконкурса Wiki Loves Monuments. «Замечательная картина», — сказал один из членов жюри, — о снимке церкви Святого Иоанна, сообщает Wiki Media. Фарзин Изададус Дар запечатлел этот момент на следующий день после метелей и отправил его в Wiki Loves Monuments. Церковь Святого Иоанна — это армянская католическая церковь V или VI века в городе Сохрол в районе Шебестар в Иране. Она была перестроена в 1840 году Самсоном Макинцем на территории старой церкви. После длительного перерыва Армения представила свой туристический потенциал на международной выставке Meet Moscow, которая прошла в Москве в 16-18 марта. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении информацией общественных связей Министерства экономики Республики Армения. При поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения в выставке приняли участие 20 туристических компаний из Армении. В крупнейшей туристической выставке стран СНГ со своими павильонами приняли участие 1500 организаций из 229 стран. Ранее с 9 по 12 марта Комитет по туризму вместе с 21 туристической компанией принял участие в одной из крупнейших международных выставок ITB Berlin Online. Вардуэй Вардарясян родилась 19 марта 1928 года в Бухаресте. В 1946 году в возрасте 18 лет переселилась на свою историческую родину в Армению. Училась в студии при Ленинаканском драматическом театре имени Моровяна, ныне юмористский драматический театр имени Вартана Аджамяна. С 1947 года выступала в этом же театре. С 1958 года актриса армянского театра имени Сундукяна в Ереване. Она сыграла много ролей в театре. Маргарита в произведении «За честь Шарвазаде», Раневская вишневого сада Чехова, Клэр Чахнанян в «Визите дамы», Джонни в произведении «Сердце мое в горах Сарояна». Вартуэй Вардарясян также сыграла главную роль в западноармянской пьесе в роли Ануш Багдаса Рахпар. Снялась в фильмах «За честь», «Сердце матери», «Дорога в цирк», «Папа», «Карина» и других фильмах. У нее более 100 записей на Золотом фонде национального радио Армении. В 1985 году ее пригласили в Театр Адамян в Алеппо-Сие, где она была награждена золотой медалью. Вартуэй Вардарясян получила многочисленные государственные награды и благодарственные письма. В 1965 году она была награждена званием народного артиста АССР. В 1988 году СССР. В 1995 году награждена медальюмов Сесохолинации Республики Армения. С 2001 года почетный гражданин Еревана. В 2013 году награждена орденом Святого Месропа Маштоца. Скончалась 24 ноября 2015 года в Ереване. Похоронена в понтоне парка имени Комитаса. Далее для вас ансамбль Зартонг. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok